Славься, страна! В Ненецком округе отметили, пожалуй, самый главный государственный праздник. День России, или, как он назывался ранее, День независимости страны, жители региона встретили на Марацей. Оценил на пятерку исполнение майских указов президента и достижения в социально-экономическом развитии региона. Обсудить было, что с рабочим визитом в Ненецкий округ посетил полномоченный представитель президента Владимир Булавин. Сокращение бюджета, льгот для чиновников и 5-процентная ипотека для населения. В новых экономических условиях окружные парламентарии приняли ряд важных и серьезных решений. 50-й юбилейный труслет традиционно прошел на озере Васькино. Дорогами отцов-героев на этот раз отправились пешком. 17-километровый марш-бросок команды преодолели всего за несколько часов. Финишная прямая очередная неделя. В ближайшие полчаса я и мои коллеги подведем итоги минувших 7 дней. И в студии Олег Танзейский. Здравствуйте. Главный государственный праздник День России отметила наша страна 12 июня. Ровно 25 лет назад съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. Концерты и народные гуляния прошли по всему Ненинскому округу, а жители и гости Наринмара собрались на площади Мороцей. Надежда Литкова с подробностями. Началось празднование, как и полагается, торжественным исполнением гимна Российской Федерации. Творческим коллективом подпевали все собравшиеся жители и гости города. В пределах нашего государства проживает около 200 различных народов. Со сцены жителей и гостей Наринмара поздравили представители различных культур многонациональной России. Речи земляков звучали на ненецком, коме, татарском, украинском и азербайджанском языках. Наша страна славится своими гражданами, достойными, ответственными, настоящими патриотами. Во время торжества заслуженные награды получили наши земляки. Памятным знаком «Патриот России» награжден Окружной совет ветеранов войны и труда. Медалями ветеран боевых действий Тимофей Салуянов и почетный гражданин города Тихон Сидейский. Я подождаю всех Наринмарцев с праздником большим. Это наш общий праздник и для ветеранов, и для стариков. В торжественной обстановке вручили самые важные документы – паспорта двум школьникам Ненецкого округа. Для пришедших на площадь выступили артисты и землячество. Была организована торговля для детей, площадки боди-арт и конкурс рисунков на асфальте. Всенародный праздник с размахом отметили во всех российских городах. В Южно-Сахалинске около тысячи человек в честь праздника совершили восхождение на гору Российскую. А жители Петропавловска-Камчатского провели патриотический велопробег. Во Владивостоке в честь праздника спортивный комитет Тихоокеанского флота провел марафонский 13-километровый заплыв через Амурский залив. Состязание осложнялось тем, что Владивостоку в праздник не повезло с погодой. Над заливом был сильный ветер и туман, а затем пошел дождь. Не повезло с погодой и Наринмарцам. Тем не менее, несмотря на капризы погоды, праздник удался. Сила, говорят горожане, в единении. 12 июня считают праздником 42% россиян. Таковы данные проведенного опроса. И это достаточно высокий результат, учитывая то, что в 2005 году только 15% назвали его праздником, а год назад 29%. Одновременно сократилось число тех, для кого это всего лишь дополнительный выходной день. 10 лет назад таковых было 73%, год назад 60%, а сейчас 45%. Ну и хорошими темпами и даже с опережением планов в Ненинском округе идет реализация майских указов президента. К такому выводу пришел полпредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин в столицу региона. Он побывал с рабочим визитом. В его рамках прошло совещание с руководителями профильных ведомств, на которых обсудили реализацию программ по стабилизации ситуации в экономической и социальной сферах. Реализация майских указов президента идет в Ненинском округе хорошими темпами. Как и по всей стране, приоритетом по-прежнему остается жилищное строительство, в том числе ликвидация ветхого и аварийного жилья. Регион продолжает выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению благоустроенных квартир гражданам, проживавшим в аварийном жилом фонде, признанным таковым до 1 января 2012 года. Сегодня расселено уже 336 человек из 17 аварийных домов. До 1 сентября 2017 года регион планирует расселить еще 611 человек из 41 многоквартирного дома. Интересно, что Ненинский округ вместе с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом не только лидеры по вводу жилья по Северо-Западу, но и единственные субъекты, которые строят исключительно за счет средств региональных бюджетов, не привлекая федеральные деньги, отметил Владимир Булавин. И подчеркнул, реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья является одной из первостепенных задач. Поэтому необходимо принять все возможные меры и проконтролировать, чтобы возводимое жилье отвечало всем современным требованиям жилищного строительства. На мой взгляд, быстро возводимое жилье, оно для ваших климатических условий не подходит. Вот мы в прошлом году смотрели каркасное металлическое жилье. Я знаю, что с ним уже зимой этого года возникли определенные проблемы. Возводимое жилье должно быть долговечным и качественным. Вместе с тем, совершенно понятно, что объемов возводимого жилья недостаточно, поэтому администрация региона разрабатывает иные механизмы обеспечения населения комфортными квадратными метрами, рассказал полпреду руководитель департамента строительства Алексей Кайдалов. Уже разработана новая программа поддержки жилищного кредитования для населения и новый подход в строительстве на основе государственно-частного партнерства. Определенные успехи есть и в других сферах. Большинство показателей дорожных карт были выполнены, а некоторые даже перевыполнены. Так, например, уровень оплаты труда педагогов, врачей, работников культуры сегодня превышает среднюю заработную плату по региону. По мнению Владимира Булавина, у Неницкого округа имеется большой потенциал и хороший задел, чтобы сохранить темпы реализации майских указов, несмотря на непростую экономическую ситуацию. С учетом бюджетной обеспеченности Неницкого автономного порога, сбалансированности и устойчивости бюджета и новой не ожидал. Все указы выполняются на достаточно высоком уровне и близкие к стопроцентному результату. При этом нужно понимать, что конечной целью всех майских указов президента, конечно же, является повышение качества жизни и их радости социального самочувствия населения. Для того, чтобы понять, повлияло ли исполнение майских указов на качество жизни населения округа, Владимир Булавин предложил главе региона Игорю Кошину изучить мнение жителей региона. Идею губернатор округа поддержал. Мы должны все вместе руководствоваться одним-единственным постулатом. Наша работа должна быть направлена на повышение качества жизни жителей нашего округа. Обратную связь решено было организовать через многофункциональные центры региона. Ирина Цепитова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Чтобы раскрыть потенциалы и возможности нашего округа, необходима поддержка федерального центра. Об этом заявили участники Дней Ненецкого округа в Совете Федерации. Напомню, мероприятие состоялось в апреле. Возглавил делегацию глава региона Игорь Кошин. И кажется, в Верхней Палате Российского парламента нас услышали. Совет Федерации принял в окончательном чтении постановление о развитии Ненецкого округа со всеми предложениями и рекомендациями. Смысл Дней Ненецкого округа в Совете Федерации, вся суть этой поездки заключалась только в одном. Еще раз показать потенциал арктического региона. Обозначить те задачи, которые необходимо решать уже в ближайшее время. В Верхней Палате Российского парламента наши делегаты представили, пожалуй, самые перспективные направления социального и экономического развития округа. Речь идет о реконструкции Наринмарского морского торгового порта и аэропорта, подключении системы энергоснабжения наук единой федеральной сети, строительстве зимников, телемедицине и набившем москомину строительстве дороги Наринмар-Усинск. Все эти направления были отработаны на профильных комитетах при участии замминистров энергетики, транспорта и здравоохранения. Усилиями представителей Совета Федерации и окружных законодателей удалось отстоять каждый пункт. Все предложения и рекомендации легли в основу постановления. Оно уже принято на заседании Совета Федерации в окончательном чтении, а это значит, наш округ получит федеральную финансовую поддержку. Постановление, еще раз повторюсь, это вершина айсберга, оно венчает всю эту работу, которая проводилась до этого. Достаточно сложно доказать необходимость внесения всех необходимых пунктов в постановление. Понятно, что органы федеральной власти зачастую не поддерживают наши позиции, потому что считают, что расходы бюджета в данном случае не слесообразны. Каждый раз приходится доказывать, что это очень важно. В этом смысле нам хорошим подспорьем стало создание арктической комиссии, которая приоритетно в порядке выделяет эти 8 субъектов арктической зоны. И правительство особое внимание обращает на эти субъекты. Постановление Совета Федерации не носит обязательный характер. Это незаконно, тем не менее, документы очень важные. Постановление принято и уже взято на контроль. Ответственный комитет за это постановление, комитет по федеративному устройству, региональному взаимоотношениям, местному самоправлению и делам Севера. Вот тот комитет, в котором я и работаю. То, что я вижу из практики работы по аналогичным постановлениям по другим территориям, то в течение года неоднократно комитет возвращается с точки зрения контроля исполнения тех пунктов, которые записаны в этом постановлении. И, в принципе, мониторя состояние, тем самым подталкивает к исполнению всех. И если все пойдет так, как ожидает администрация округа, первые оценки за исполнение можно будет поставить уже весной 2016 года на сессии правительства Российской Федерации. Именно тогда должен быть представлен отчет о реализации предложений по развитию Неницкого округа. Получается, что у нашего региона есть реальный шанс, что уже в ближайшее время часть пунктов, обозначенных в постановлении, получат свое развитие. Понимаете, в чем суть? Это, допустим, если хочешь построить дом, ты должен сначала провести изыскание, потом должен сделать проект, а дальше уже непосредственно должен собирать и строить по проекту. Вот мы уже провели изыскание в прошлом году, когда сформировали основные пути развития нашего округа. Сейчас мы уже сделали проектно-сметную документацию, осталось только строить. Для этого нам надо всего лишь чуть-чуть, чтобы доходы окружного бюджета нам позволяли это делать, и доходы федерального бюджета тоже позволяли нам это делать. Впрочем, первое средство из федерального бюджета на начало реализации одного из пунктов постановления уже есть. Первый транш в 360 миллионов рублей Неницкий округ получил на строительство автодороги Нарин-Марусинск. Администрация региона уже подписала соответствующее соглашение с Росавтодором. Очевидно, что эта сумма ничтожно мала по сравнению с необходимыми 12 миллиардами, но это только первая часть денежного потока. И если правительство начинает финансировать этот объект, то у округа есть большие надежды, что эти темпы оно будет только наращивать. Ведь, как справедливо отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, НАУ – единственный субъект, не считая, конечно, Сахалина, который не имеет сухопутного сообщения с другими субъектами. Напомню, что строительство дороги началось еще в 1991 году, и к 2004-му было построено два участка общей протяженностью около 100 километров, которые уже требуют ремонта, а протяженность незавершенного участка составляет порядка 80 километров. То, что такая дорога нужна, значит, это очевидно. Цена вопроса порядка 12 миллиардов, поскольку три мостовых перехода там на сегодняшний год выделено 400 миллионов рублей. Но, должен сказать, что этот вопрос в поле зрения правительства Российской Федерации, Министерства транспорта и министра транспорта Максима Юрьевича Соколова. И у Игоря Викторовича и у меня были неоднократные беседы на эту тему с ним. На софинансирование строительства дороги Наринма-Русинск из бюджета Ненецкого округа в этом году выделили 170 миллионов рублей. Итого вместе с федеральными 530 миллионов. В скором времени профильный департамент займется подготовкой документации на аукцион, с тем, чтобы уже этим летом начались физические работы по строительству автомобильной трассы. Кроме того, администрация округа надеется, что в ближайшее время с мертвой точки сдвинутся и другие не менее важные для региона проекты. В их числе одноуглубительная работа на реке Печора и реконструкция взлетно-посадочной полосы Наринмарского аэропорта. И как отметил глава региона Игорь Кошин, здесь все зависит не только от экономической ситуации в стране, от возможностей регионального и федерального бюджетов, но и от общей работы всех заинтересованных лиц. Возможность развивать регион у нас есть. Теперь нужно стучаться во все двери. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, Вадим Стасюк, телеканал «Север», программа «Итоги недели». Окружные депутаты приняли закон, лишающий местных чиновников так называемых «золотых парашютов». Речь идет об отмене денежных компенсаций при увольнении или сокращении с должности государственных и муниципальных служащих всех уровней. Напомню, ранее эти отступные составляли 6 окладов. Помимо прочего, законотворцы подрезали еще одну важную льготу. При выходе на пенсию чиновник больше не будет получать и на временную выплату в размере 10 окладов. С трупы так называемого «золотого парашюта» чиновникам не подрезали, а отрезали официально. Соответствующий закон депутаты приняли единогласно. А ведь решение давалось не так-то просто. Избранники понимали, эта льгота существовала многие годы. Увольняясь, представители власти получали большие деньги. Одной прощальной суммы хватало как минимум на несколько месяцев, а то и лет беззаботной жизни. Но это уже в прошлом. Загонопроект, отменяющий выплаты, разработан по инициативе главы региона Игоря Кошина. Очень благодарен депутатам за конструктивный подход. В современных экономических условиях это именно то, чего ожидают от нас наши избиратели, население округа. Абсолютно правильное современное решение. И это замечательно, что по данному вопросу мы с депутатами солидарны. Затянуть пояса придется всем. Окружной бюджет скорректирован почти на 1 миллиард рублей. Уменьшились расходы на проведение различных мероприятий, командировки и содержание чиновников. За счет этого средства удалось добавить на исполнение майских указов президента. Это строительство дорог и жилья. Больше 200 миллионов рублей направят на возведение 11-секционного дома в районе авиаторов. Отметить новоселье в скором будущем смогут почти 220 семей. Не забыли и про населенные пункты. На продолжение строительства жилых домов деньги выделили Устькаре, Индиге и Шойне. 40 миллионов отправят в Тельвиску. Деньги потратят на новую школу. Еще 20 миллионов рублей окружные депутаты выделили для Оксина, чтобы завершить там строительство спортивного зала. Немаловажный момент. Несмотря на сокращение казны региона, материально удалось помочь одному из убыточных предприятий Наринмара. Учитывая тяжелое финансовое состояние предприятия Наринмарстрой, сегодня принято решение о выделении 150 миллионов рублей для расчетов за выполненные работы именно этому предприятию Наринмарстрой. В целом считаем состояние бюджета сегодня относительно положительное и возможно какие-то корректировки в зависимости от выполнения доходной части мы планируем с администрацией провести на следующей сессии, которая состоится 3 июля. Особое внимание на сессии было приковано к 17 вопросу. Закон о так называемой 5-процентной ипотеке для населения депутаты приняли в первом чтении. Законотворцы посчитали идея хорошая, но ее нужно доработать, а смысл же законопроекта очень прост. Документ предусматривает субсидирование ипотечных кредитов, получаемых гражданами при покупке или возведении жилья, то есть большую часть кредита выплачивает округ. Цель закона – развитие в субъекте жилищного строительства. Первое – заемщик зарегистрирован, должен быть зарегистрирован в Нинском автономном округе. Второе – жилье, дом, квартира должны быть новыми и находиться в Нинском автономном округе. И третье – срок субсидирования кредита бюджета на 10 лет. А вот вдовы участников Великой Отечественной квартиры получат бесплатно. Депутаты внесли изменения в закон, предусматривающий предоставление жилых помещений по договорам социального найма. Согласно документу, квартиры достанутся всем вдовам, мужья которых погибли во время войны с фашистской Германией. И только в том случае, если вдова умершего повторно не выходила замуж. 108-й законопроект прошел сразу же в первом и втором чтении. Все депутаты единодушно его поддержали. Собрание депутатов, конечно же, готово всегда работать над законопроектами, обеспечивающие, повышающие их качество жизни. В том числе и жилищным вопросам. Народные избранники на сессии приняли еще один важный законопроект. Теперь семьям, усыновившим детей из Ненинского округа, из региональной казны выплатят по 500 тысяч рублей. Причем в первые два года перечислят по 150 тысяч на третий год остаточную сумму. Деньги могут быть направлены на приобретение жилья для усыновленных детей, их обучения и оздоровления. В первом случае по желанию родителей 500 тысяч рублей выплатят разом. Олег Танзийский, Вадим Носкин, Телеканал Север. В целях экономии бюджетных средств Телеканал Север уходит из аналогового вещания. Это значит, что жители населенных пунктов, которые смотрят наш телеканал с обычной так называемой домашней антенны, больше не смогут увидеть любимые фильмы, программы и новости. Кроме того, уход из аналога связан с плохим сигналом, некачественной картинкой и нерентабельностью. Как показало исследование, в аналоговом формате нас практически не смотрят. Зрители чаще выбирают цифровое или спутниковое ТВ. Ловить телеканал Север комната антенны перестала уже 11 июня. С аналоговым ТВ попрощались во всех населенных пунктах округа. Не пропали разве что федеральные телеканалы. Впрочем, и они всего через несколько лет из аналога тоже исчезнут. Мы прекратим вещание во всех населенных пунктах, где у нас стоят наши телевизионные передачи. Радиовещание это не коснется. Радиовещание будет продолжено. И те, кто принимает аналоговые сигналы на обычные телевизоры без цифровых приставок, лишатся возможности увидеть программу ТРК-7. Уход Севера из аналога связан сразу с несколькими причинами. Во-первых, это дорогое удовольствие. Только в месяц на вещание в данном формате наша телекомпания тратила около полутора миллионов рублей. В год почти 20. К примеру, если эти бюджетные деньги потратить на покупку спутниковых комплектов Триколор ТВ, то разом удастся приобрести 1600 наборов. Во-вторых, это нерентабельность. С помощью комнатной антенны в деревнях и в селах нас практически не смотрят. То есть деньги на ветер. В-третьих, плохое качество сигнала. Сейчас на сегодняшний день в населенных пунктах Ненинского округа качество ужасно. Его смотреть практически невозможно. Поэтому я считаю, что тратить такие колоссальные деньги на такое качество просто сейчас нерентабельно. Особенно в сегодняшних экономических условиях. Аналоговое вещание смотрят минимальное количество зрителей в Ненинском округе. Потому что основное население уже перешло на цифровые виды вещания. Это спутниковые тарелки, это кабельное вещание, эпителевидение. То есть примерно 95% населения уже давно сидит на других видах вещания. Телевидение аналоговое должно полностью заменить цифровое, ориентировочно уже к 2018 году. А уход севера из вещания по технологиям прошлого века – это сигнал для тех, кто до сих пор смотрит аналог. Большинству жителей округа волноваться не стоит. Север продолжит стабильно вещать в пакетах кабельного ТВ, Триколора, НТВ+, и IP-телевидения. А также на сайте телекомпании в режиме онлайн. А это напомнит 95% нашей аудитории. Остальные же при желании могут последовать примеру владельцев современного вещательного оборудования и приобрести спутниковые телевизионные комплекты. Что касается населенных пунктов, которым более проблематично, видимо, купить, потому что там они, естественно, не продаются. Комплекты спутникового телевидения. Есть потребка операции, которая там очень хорошо работает. Можно заказывать у них, и они привезут с того же Архангельска, тарелки. И все это можно подключить в каждом населенном пункте. Есть специалисты РТПЦ, которые, я думаю, помогут это сделать в любом случае. Жителям населенных пунктов к уходу Севера из аналогового ТВ стоит отнестись с пониманием. Понятно, увидеть любимые программы теперь не получится. Но подкопив определенную сумму и купив комплект спутникового телевидения, вам больше не придется сталкиваться с некачественной картинкой и пропадающим звуком во время сюжета. Например, как сейчас. Да, действительно, телеканал «Север» на аналоговом ТВ стало смотреть неудобно. Звук пропадает, картинка часто теряется. Но мы с женой посоветовались и решили купить антенну «Триколор ТВ». И сейчас радуемся и смотрим телеканал «Север» на цифровом телевидении. Вынужденная инициатива телекомпании отказаться от аналогового вещания выносилась на общественный совет при департаменте региональной политики. Идею тогда поддержали единогласно. В Ненецкой ТРК считают, сегодня телезрителям надо идти в ногу со временем. Тем более, что современные ЖК-телевизоры ни за что не смогут полностью открыть свои способности при подключенной домашней антенне. В борьбу за зеленую зону вступили жители поселка Искатели. Там, в одном из районов, предприниматели всего за несколько дней вырубили больше десятка деревьев. По словам бизнесменов, их действия законны. Земля, на которой уничтожаются насаждения, находится в аренде. Но сейчас же некогда зеленый массив уже превратился в песчаный карьер. Всего несколько дней назад на этом месте возвышались молодые деревья. Сегодня от них уже не следа. Деревья буквально снесли. Вот они вот многотонным гусеничным трактором. После лесную поляну засыпали песком. И теперь здесь предприниматели хотят садить картошку. Валерий Ивасенко первый, кто поднял тревогу. О массовом уничтожении деревьев ему сообщил сосед. Мужчина сразу же отправился в зеленую зону. Но вместо привычных насаждений увидел работающую тяжелую технику. Бульдозеры на тот момент уже повалили десятки деревьев. Это вредительство. Полное вредительство. Я считаю так. Это просто преступление. Это любимое место жителей. Даже из города проезжают. Люди здесь с детьми отдыхают. Вот в этом массиве. Эти земли нетронутыми оставались десятилетия. Но теперь участок отдали предпринимателю. Юрий Ройс на этом месте строит частную ферму. А деревья в поле уже расчищены и засыпаны песком. Разрешение на работу, говорит, бизнесмен получил от поселковых чиновников. Мол, все официально. Это же заполярный район, администрация, все тут согласовано, все официально. Если под фермерское хозяйство, то как еще можно? По-другому как? Я каждое дерево буду обходить? Если я трактором все это делаю? В местной администрации о вырубке деревьев в курсе. Чиновники уверяют, разрешительные документы предпринимателю действительно выдавались. Ему было предоставлено здесь участок, там где леса мало, там, получается, леса-то, там, в общем-то, не было. Вот видите, вот свалка здесь, металлолома раньше была. То есть, он будет законно, все нормально? Ну, получается, да. Но изучив спутниковую съемку, впечатление, что чиновник вообще не знаком с данным участком, который предоставили предпринимателю под строительство фермы. На фото отчетливо видно, до уничтожения насаждений на территории росли десятки деревьев. А тем временем на соседней зоне тоже идут работы. Научно-техническое предприятие «Рубус» на этом участке строит садовый центр. Уже высажены ель, сосна, рябина и даже сирень. Впрочем, и здесь без вырубки не обойдется. Ну, я тоже буду лес ломать, вот, не скрою, потому что этот участок, где сейчас дорога находится, да, он является чужой собственностью, да. Соответственно, мне нужно проезжать часть, а так как участки в аренде будут в дальнейшем, да, в перспективе, вокруг нас. Соответственно, придется просеку 10 метров делать. Некоторые деревья, обещает Александр, будут пересажены, но большую часть придется уничтожить. Ждели поселка Искатели, такая ситуация, конечно же, не устраивает. В ближайшее время они намерены направить коллективное письмо в Росприроднадзор, чтобы ведомство проверило законность вырубки деревьев. Олег Танзийский, Вадим Стасюк, Александр Дуркин, Телеканал Север. Россияне стали сажать больше овощей, нежели цветов, сообщает общественная организация «Садоводы Россия». В этом году на 50% повысилась продажа семян овощных культур и снизилась реализация семян цветов. По мнению экспертов, причина таких приоритетов – новые экономические условия. Импортные овощи стали слишком дорогими. О какой картофеле на столе у жителей Нинецкого округа выясняла Валентина Чибичек. Картошку посадили, укропчик, свеклу посадили, петрушку, кинзу. Николай Николаевич – огородник с 50-летним стажем. Традиционно лето встречает с лопатой в руках. Полторы сотки земли кормят семью из десяти человек. Урожайность картофеля – от пяти до семи штук на один посаженный клубень. Собранного урожая хватает до следующего сезона. Правда, прошлогоднее лето немного подвело. У всех было плохо. Погода была такая, что было плохо. Короче, здесь я живу где-то уже в районе 50 лет. И вот первый раз покупаем картошку. А всегда свою ели. Наринмарцы негодовали. Покупая кировский картофель за 40 рублей, зимой и вовсе за килограмм приходилось отдавать по 70-80. Всё-таки родная, а не египетская картошка и вкуснее, и дешевле выходит. Этому принципу следуют и жители сёл. Практически на всей территории округа выращивают один из главных продуктов питания. У себя у домов устанавливают теплицы, где выращивают помидоры, огурцы, перец. На порядках рассада идёт капусты, морковь, укроп, резис, лук. Под осенью уже сходил, нарвал свежего картофеля своего. Она, естественно, дешевле. В Ниссии из 350 домов огороды имеют 190. Новые дома, которые строят теперь на болотистой местности, тоже без огородов не остаются. Хозяйственные люди привозят землю и делают на степные гряды. Так что огурцы и морожка, растущие рядом, вполне обычная картина для канинцев. Исключение в этом списке – посёлки на побережье Северного Ледовитого океана. В Амдерму, Усть-Кару, Бугрино картофель завозят авиаморским и наземным транспортом. У нас нет огородов, потому что у нас светочная мерзлота, и здесь ничего не растёт. Сможаем сельской республики из города Варкуты. Наземным транспортом, вездеходами возят. В Наринмаре спрос на дома с участками превышает предложение. По данным Агентства недвижимости, горожане всё чаще делают выбор в пользу участка под индивидуальное жилищное строительство, нежели трёхкомнатные квартиры. Хотя в цене они практически одинаковы. Экономия на коммунальном обслуживании – не единственная в этом случае причина. Земельный участок под средством индивидуального жилого дома или индивидуальный жилой дом даёт им достаточно большие возможности с увеличением площади проживания в самой квартире. Гараж и земельный участок, на котором можно выращивать то, что им необходимо. Множество теплиц по всему городу также свидетельствуют о новой волне огородничества. Стали доступнее и семена для овощей и зелени. Словом, для жителей округа частное сельское хозяйство стало хорошим подспорьем в новых экономических условиях. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, Александр Дуркин, Телеканал «Север». 50-й турслёт «Дорогами отцов героев», посвящённый 70-летию Победы, прошёл в районе озера Васькино. Участие в юбилейном турслёте приняли один из команд. Первым испытанием для активистов стал поход «Кросс». Стартовав в обелиско Победы, они отправили 17-километровый марш-бросок с экипировкой по лесной зоне. Рекордное время определения пути всего пара часов. Волейбол, перетягивание каната, поисково-спасательные работы, полосы препятствий. Участники соревновались в нескольких дисциплинах. Требования к командам не сложные, каждая должна состоять из 8 человек. Из них это две представительницы прекрасного пола. Пригодились активистам и творческие способности. Вместо приветствия команд на этот раз провели конкурс самодеятельности «Костёр дружбы», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Ненецком округе впервые в мире провели День Ненецкой лайки. Чтобы посоревноваться, турцентр собрал большое количество любителей братьев наших меньших. Как и в любом конкурсе, здесь были свои фавориты, интрига и даже симпатии, а ещё не человеческие страсти. Кто же стал победителем среди первых помощников оленеводов, а кому удалось найти свою вторую половинку, расскажет Любовь Пермякова. Это Тая. Полное имя собаки – новогодняя тайна. Стоило только белоснежной красавице заступить лапой на территории турцентра, и все представители мужского собачьего пола на несколько минут забыли не только о послушании хозяева, но и о предстоящем конкурсе. На мероприятие Тая пришла в сопровождении своего хозяина Валерия Лачехина. А вот правда, что уже потом начинаешь к собаке относиться как к члену семьи? Сразу стали относиться. Я сколько помню тебе, у нас всегда были собаки. Какая по характеру? Она очень добрая и общительная, но хороший охотник. А ещё Тая очень приветливая. Здравствуй. Сиди, сиди, сиди. Не отвлекает. Ага, дай лапку. Дай лапку, Тая, Тая, дай лапку. О, молодец. Молодец, хорошая девочка. А рядом глядел на Таю и таял от счастья красавец Норд. Но как устоишь перед такой блондинкой? Норд вёл себя как настоящий мужчина и отгонял от возлюбленной конкурентов. Кстати, главного конкурента Норда не только в жизни, но и на конкурсе зовут Рубик. И от нордического Норда он очень отличался. Ну, очень плохо с ним исправляется, потому что он слишком добрый. Если Рубик на этом конкурсе был очень весел и вращался вокруг своей оси, словно юла, то одной из участниц конкурса, рыжеволосой Тюне, потребовалась психологическая помощь. В роли психиатра и наставника выступил Коля Шаман. То ли Колины наставления помогли или любовь хозяина, но Тюня с заданиями справилась великолепно. А вот собачка по кличке Андрей от бега с препятствиями отказалась. Ведь её ассистент и тёзка Андрей Вокуев без труда за него преодолел все препятствия. И только белый бим, чёрное ухо и хозяина слушался и с заданиями справился. А чего ему волноваться? Памятник при жизни у него уже есть. После прохождения спортсменами всех испытаний, проходки, показа прикуса и бега с препятствиями, жюри в составе которого входили профессиональный кинолог Анжелика Макаренко, хозяйка чумотеки Ирина Коткина и директор туристического центра Матвей Чупров ненадолго удалились. И вот они долгожданные номинации. Обаяние завоевала рыжеволосая Тюня. Звание мистер Лайк достался Биму. Красой Заполярье, бессомненно, стала Тая. Пёс учёным – Рубик. Позитив – пёс Андрей. И абсолютный победитель – ненецкая лайка Норт. Любовь Пермякова, Александр Дуркин, телеканал «Север». Это были главные события минувшей недели. По крайней мере, мы их увидели именно такими. Спасибо, что были с нами. До встречи и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова